На прошлой проповеди коснулись темы хиджры, темы переселения, и зачитал несколько аятов, которые как раз-таки используют вот это понятие «хаджеру» — «переселились». Несколько аятов из «сура Тауба» я выписал для себя, но зачитать не успел. Вот в какой-то момент думал, какую тему затронуть, о чем рассказать, что сказать. Вроде бы хотелось бы зачитать эти аяты, но вроде бы тема хиджра уже не настолько актуальна, не столько уже как бы важна. И вот как раз-таки, находясь в дороге, в перелете, перечитывал, просматривал книгу, в которой рассказывается о десятерых, которым при жизни был обещан рай, ащара-мубащара, как говорится, десять мубащара, которым при жизни дали благую весть о том, что в вечности их ждет райская обитель. Интересно, пробежавшись, просмотрев их историю, в конце этих историй автор данной книги как раз-таки привел те несколько аятов, которые я планировал зачитать на прошлой проповеди. И это опять же как некий знак, потому что все-таки важно к этим аятам вернуться. Не то, что их повторить, я их не успел зачитать, а все-таки их зачитать и проанализировать. Это сура Тауба, двадцатый, двадцать первое, двадцать второе аяты. И в этих аятах Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля говорит, Воистину те, которые веровали, которые переселились, которые прикладывали усилия на Божьем пути своим имуществом и самими собою, они, им присущ, им присущ, пред Всевышним Аллахом особый статус, их степень, она выше и значимее. И воистину таковые, они те, которые обрели фауз, победу, они победившие. Опять же, вот эти вот степеня, через которые так или иначе человек верующий должен проходить. С одной стороны, вера, но не та вера, которая просто на кончике языка, когда человек говорит, я уверовал, либо говорит то, что мое сердце чистое, я никому ничего плохого не причиняю. Вера – это что-то очень значимое, это что-то очень важное. Это то, что охватывает всю нашу жизнь, всю нашу суть, когда мы поистине веруем во Всевышнего Создателя. И в соответствии с этой верой выстраиваем всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Даже как в одном из хадисов, достоверных хадисов, у посланника Всевышнего, А.С. спрашивает, что из деяния является самым значимым, самым важным, самым благостным. И посланник Всевышнего на первом месте озвучивает, что иман – вера в Аллах и его посланника. И посланник Всевышнего задает вопрос, а что потом? И на втором месте посланник Всевышнего озвучивает, что – джихаду фи сабилеля, приложение усилий на Божьем пути. Приложение усилий на Божьем пути. Для того периода, для периода посланника Всевышнего, под понятием джихад, в том числе подразумевалось именно принятие участия в военных действиях. И когда вновь посланник Всевышнего задает вопрос, а что потом? Посланник Всевышнего говорит – хаджин мабрур. Это благостный, принятый хадж. И точно так же здесь вот эти пункты – вера, джихад, приложение усилий на Божьем пути и хадж. И выше всего и вся посланник Всевышнего, али-ис-а-сам, ставит что? Веру Аллаха, веру его посланника. Выше джихада и выше хаджа. И это в очередной раз подтверждает, что веру Аллаха не только лишь слова, а это именно жизнь – это поступки. И потому данный аят говорит о чем? Алядин Аману – первый уровень, в который веровали, в Ахаджару – которые переселились. Переселение во имя Всевышнего. Не только лишь с одной местности на другую, а в большей степени переселение из одного состояния в другое. Порой бывает в современном мире, на самом деле много переселений. Человек перемещается с одного места в другое место. Порой в поисках, в том числе, лучшей жизни, в поисках заработка. Но в этих переселениях очень важно понять, какой твой внутренний мир, какой твой внутренний настрой, внутреннее намерение, для чего и ради чего ты это делаешь. для некой легкой жизни, для греха, для порочности, для просто некого заработка, который тебе даст какие-то материальные возможности. Или все-таки в это понятие переселения ты вкладываешь в более глубокие смыслы. Это очень важно осознать и понять. И быть может, так как мы этот пункт не до конца осознаем и понимаем, Всевышний так или иначе подвергает нас определенным встряскам. А определенным встряскам напоминая нам о нашей миссии на этой земле, о том, что очень важно этот первый пункт. А, мы уверовали? Прочувствовать, осознать, пронести на протяжении всей своей жизни не только лишь внутри мечети, как мы часто об этом говорим, а и на работе, и дома, и с соседями, и с компаньонами, везде и повсюду. И в том числе второй пункт. Переселение, перемещение из одного состояния в другое. в лучшее, более возвышенное, духовно богатое состояние. Потому что мир, в котором мы живем, он непростой. Мы постоянно подвергаемся своего рода испытаниям, в том числе в вопросе нашей духовности, в вопросе нашей религиозности. И очень важно анализировать свой внутренний мир. Известный хадис, известный хадис, который мы часто цитируем, проговариваем, постановим Всевышний, что наступит такое время, когда человек будет утро встречать верующим, а к вечеру он будет кафир неверующим. Вечером он будет верующим, а на утро он будет кафир неверующим. То есть получается, внутреннее состояние человека настолько быстро будет меняться, что становится сперва. Вроде бы верующий, но проходит несколько часов, и ты вот это состояние веры и теряешь. Просто оно уходит в никуда. А причина в чем? Причина в том, что человек инертно движется по этой жизни и не всегда анализирует и чувствует свой внутренний мир. Не находится в этом состоянии хадюра, перемещения, переселения. Из одного состояния более возвышенное. Анализирует свой круг общения. Анализирует то, откуда ты терпаешь ту или иную информацию. Из интернета, телевизор, книги. Что ты, чем ты наполняешь себя. Очень важно. В этом состоянии хадюру. Это состояние прочувствовать, поймать и постоянно в этом состоянии находиться. Но следующий пункт тоже очень важен. И прилагать усилия на Божьем пути своим имуществом и самими собой. И Аллах здесь в том числе подчеркивает, не только лишь дал подаяние и вроде бы в какую-то свою миссию пред Аллах выполнен. Нет. И имуществом, и самим собою, своими ресурсами, своими возможностями, своим временем, своим телом прилагать усилия на Божьем пути. А суть джихады заключается в том, в чем? Литакуна келиматуллахи ль-уллия прилагать усилия с тем, чтобы слово Аллаха было наивысшим. Слово Аллаха было наивысшим. Но не просто через чтение Кур'ана, а именно через нашу жизнь. Когда человек, смотря на тебя, понимает то, что это подлинная религия. Это истинная религия. Слово Аллаха, она наивысшая, она самая значимая, самая важная. Потому что это должно проявляться в чем? В нашей жизни с одной стороны. А с другой стороны, в усердии, которое мы предпринимаем. В усердии, которое мы предпринимаем. И Аллах подчеркивает, степеня, статус этих людей, он предал Аллахом очень высок. И Аллах подчеркивает, именно таковые победившие. Именно таковые победившие, которые эти этапы в своей жизни постоянно проходят. Не просто, еще раз повторюсь, инертно, чего-то достигли в жизни, обрели какой-то покой, и вроде бы все хорошо, все нормально. Нет. Эти три этапа. А следующий аят уникален. Как раз-таки этот следующий аят, он в том числе уникален в контексте анализа этих десятерых, которым при жизни был обещан рай. При жизни был обещан рай. Просто призадуматься. Человек жив, ходит в мечеть, общается с пророком, общается с сахабами, ему при жизни говорит, что ты обитатель рая. Вот какое бы состояние появилось бы в человеке? Возможно, во многих из нас появилось состояние, ну, вроде бы, ты что-то такое значимое сделал, тебе рай уже обещан, ну, особо каких-то усилий прилагать-то и не нужно. Мы смотрим жизнь этих десятерых, мы понимаем то, что они всегда находились в вот этом состоянии веры, в состоянии перемещения из одного состояния, более высокое, более значимое, находились в состоянии вот этого джихада, приложения усилий на Божьем пути. И даже великий Умр ибн Хаттаб, который также из числа из этих десятерых, он сказал, очень важное, очень красивое повествование, он сказал, если бы я бы услышал бы призыв с небес о том, что все люди войдут в рай, кроме одного, то я бы побоялся, что этим одним буду я. Все в рай войдут, кроме одного. И это Умр ибн Хаттаб, великий из сахабов, тот, кому при жизни был обещан рай, даже он, как говорит, то я побоялся бы того, чтобы этим одним был я. И в то же время, если был бы призыв о том, что все войдут в ад, кроме одного, то я бы надеялся, молил, просил Аллах и надеялся на милость Всевышнего Создателя, что этим одним, который будет спасен от адского наказания, явлюсь именно я. Умр ибн Хаттаб. И вот следующий, двадцать первый аят гласит, опять же, услышать эти аяты, услышать эти аяты, поверить в эти аяты, не просто услышать, не просто пропустить, из одного уха зашло, в другого уха вышло, а подтвердить то, что ты в это поверил, просто прислушайтесь к этому аяты. А проанализировав эти аяты, прочувствовав эти аят, вернитесь к предыдущему и постарайтесь понять, где мы, где вы относительно этих трех пунктов. Вы веровали, переселились и прилагают усилия. Таковым их Господь, раббухум, их Господь дает благою весть. О чем? Благая весть им. Бушра, благая весть. О чем? Бирахмати минху. О том, что им от Него, от Аллаха, им от Него, рахма, милость, им от Него, минху, от Аллаха, милость, во ридуан, им довольство. Всевышний Аллах, субхану ата'аля, таковыми, Он доволен. Во ридуан, таковые, именно они заслуживают довольства, Всевышний Аллах, субхану ата'аля. Во джаннат, им райские сады, джаннат, райские сады, лягум фига, наиму муким, им там, нескончаемое наслаждение, нескончаемые блага. Короткий аят. Аллах, дает благую весть, таковым, о том, что им от Аллаха, милость, им от Аллаха, довольство, Аллах имя доволен, им, райские сады, в которых, вечное, нескончаемое наслаждение. Насколько мы в это верим? Насколько мы этого желаем? Насколько мы к этому стремимся? Это зависит от того, насколько мы поняли предыдущий аят и насколько мы готовы ему следовать. Либо мы вновь возвращаемся к той фикции, к той формальности, в которой на сегодняшний день пребывает мусульманское сообщество. формальность на уровне имен, на уровне фамилий, на уровне внешности формальность, не более того. И следующий аят там они пребудут вечно. Ва истину Аллаха великая награда. Ва истину Аллаха великая награда. Опять же, опять же, первый пункт, который упоминается и в аяте, и в хадисе, вера. Очень важно на самом деле верить. Очень важно верить. Есть достоверный хадис, в котором приводится история, как некий человек пришел посланникам Всевышнего и задал вопрос, кто из людей самый благостный, самый лучший, кто из людей самый благостный, самый лучший. Интересно, посланник Всевышнего сказал, это человек верующий, который прилагает усилия на Божьем пути своим имуществом и самим собою. Первое, это верующий, который прилагает усилия на Божьем пути, старается многое-многое делать на пути Аллах, Субхану ва Тааля, своими имущими, самим собою. И посланник Всевышнего вновь спрашивает, а после этого кто? Интересно, посланник Всевышнего отвечает, му'мин, фи-ши-а-бин-мина-ща-аб, я-абуду-ллаху, я-да-у-ан-на-с-мин-чар-ри. Это верующий, который уединился в ущелье, поклоняется Всевышнему, Аллаху, Субхану ва Тааля, и оставляет людей с тем, чтобы их не коснулось его зло, его какие-то те неприятности, которые могут исходить от него. Две противоположности. В хадисе приводится две противоположности. С одной стороны, тот человек, который активен, неустанно что-то делает, прилагает усилия, а с другой стороны, ситуация, и бывают тоже такие периоды, когда человек в первую очередь должен приложить усилия с тем, чтобы сохранить себя, сохранить свой внутренний духовный мир и обезопасить других от того зла, который может исходить от него. И по словам Всевышнего выделяет именно эти две категории, говорит, что они лучшие. Первый, муджахид, прилагающий усилия на Божьем пути, му'мин, и второй тот, который уединяется, но в этом уединении сохраняет связь со Всевышним, Аллаху, Субхану ва Тааля. Пускай Всевышний сделает нас одним из этих двух категорий, либо в первой, либо во второй, либо в первой, либо во второй. Но очень важно, разные периоды в жизни бывают, разные обстоятельства в жизни бывают, но в то же время, в разных этих обстоятельствах важно чувствовать себя, важно чувствовать свой духовный мир, и вот эта связь со Всевышним, Аллаху, Субхану ва Тааля, никогда, ни при каких условиях, не терять.